В понедельник в 9 часов утра к дому молитвы подъехала пожарная машина, подоспели судебные приставы-исполнители с силовой поддержкой, отрядом молодых людей в форме с дубинками. В это время верующие пели, молились, проводили богослужения в той части участка, на которую не распространяется решение судов, не распространяется исполнительное производство. Эта часть территории была отделена забором, который возвели сами приставы через подрядную организацию. У меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Отцу было угодно, чтобы Иисус Христос умер на Голгофе за нас с вами. Так было угодно Отцу Небесному. Конечно, у нас болит сердце. Конечно, нам эта страсть неприятна, но его ушат. И ушат на наших глазах. Дорогие сестры, какая наша маленькая жизнь? Господи, доминует нас эта чаша. Впрочем, не как мы хотим. Мы хотим, чтобы он стоял на месте. Мы хотим, чтобы продолжали собрание. Мы хотим, чтобы у нас было хорошее отношение с соседями. Мы на всех болимся. Никому не делаем зла. Всех благословляем. Вдруг заработала бензопила. Забор зашатался и рухнул на землю. Представители власти устремились на верующих, но остановились, так как верующие стояли в коленопреклоненной молитве. Погущего Бога, чтобы ты их благословил. И мы их благословляем. Не на беззаконные дела. И не на разрушение храма твоего. Мы их благословляем для спасения их душ. Господи, и мы тебе свидетельствуем, что у нас нет зла к этим людям. И мы ничего не сделаем для того, чтобы сделать им зла. Мы их благословлять будем. Господи. Но мы защищаем дом твой, как можем. Господи. И наша молитва к тебе. Чтобы ты, Господи, вступился за нас. И ты знаешь, как разрушить людей, дела людей, которые все это замыслили сделать. Господи, Боже наш. Не накажи Аркангельцев. Помилуй людей за беззаконие людей здесь. Господи, потому что здесь живая церковь твоя, которая молится за правителей этого города. Из-за людей начальствующих молится церковь твоя. Господи, и не желает им зла. Господи, в твоей руке абсолютно все. И мы, как разрушение, все более простые. И мы понялись тебе на этом месте. Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Когда закончилась молитва, верующие стали петь. Известная, как церковь живая, Как в городах сердце влечет, Там небу молитва святая, Горячим подлодом течет. После пения прошли в дом молитвы. Часть оставалась на улице. Судебные приставы пригласили работников МЧС, которые разбили окно в том помещении, на которое не распространяются никакие решения суда. И через окно ворвались в дом Степановых. Они стали силой вытаскивать верующих на улицу. Очень достойно и спокойно озвучивал свои доводы хозяйка дома Екатерина Степанова. Ее молчаливой собеседницей была старший судебный пристав. Вы пользуетесь для демонтажных работ частью дома, в которой мы проживаем. Почему вы используете часть нашего жилого дома, судебное решение которого не задействовано и не дает вам оснований для этих действий. Вы не имеете права пользоваться той частью дома, которая не подлежит демонтажу. Вы должны проект составить и в год себе. Только пусть и все работы, чтобы они прошли на третий раз. Не обязаны. Что дальше вы будете делать? У вас нет проектной документации. Уполномоченная по правам детей меня заверила на личной аудиенции, что до тех пор, пока не будет предоставлен мне проект и план работы, вы не имеете права приступать. Второе заявление ее было. И она направила это ходатайство в прокуратуру. Пока не будет перемещено отопление, котел и переоборудована отопительная система, вы не имеете права разрушать кровлю. А вы утеплитель на кровле уже сняли. Уже сняли. Мы уже отапливаем улицу. Но вы еще не предъявили мне проектной документации на демонтаж отопительной системы. На доводы хозяйки дома ответить было нечего. И тем не менее, незаконное проникновение в жилище Степановых, на которое не распространялись никакие решения суда, продолжало. Дети Степановых уже который день с тревогой смотрят на происходящее из окна. Кто-то молится, сестры-старицы вдохновенно поют. С утра здесь было хорошее благослужение. Мы прочитали Святое Писание о том, как страдал Иисус Христос, как Он, преклонив колено, молился своему Отцу. Это было сильнейшее борение. Он горил о чаше, который просил, чтобы отец его пронес мимо него. Но своей молитвой он произнес такие слова «Не моя воля, но твоя, да будет». Я сказал, что, братья и сестры, мы, конечно, не хотим, чтобы оснасили молитвенный дом. И нам очень больно, когда это делается на наших глазах. Но мы сейчас преклоним колени и скажем нашему Богу, что «Да будет воля твоя». И это наша борьба, духовная борьба. И мы должны выйти победителями в этой борьбе. В коленопреклонные молитвы. И мы преклонили колени и молились. В это время ломалась стена, которую сами же приставы воздвигли, за которую нам не позволено было заходить. Мы не заходили на ту территорию, которая подлежит сносу. И мы не нарушали закона. Мы стояли на нашей территории, куда они не имели права входить. Потому что это частная территория. И мы молились на этой территории. Они сломали свой же забор, который воздвигли. И туда запретили нам заходить, потому что там та часть здания должна быть сносена по решению суда. Мы стояли на своей территории. Но они, сломав свой же забор, вошли на нашу территорию, когда мы молились. Нам не препятствовали молиться. Мы молились на коленях, мы молились громко. Мы благословили наших гадителей. Потом мы встали с коленей. И вошли в молитвенный дом. В наш молитвенный дом. И они нас начали не пускать в наш молитвенный дом, на нашу территорию. Но часть наших... В это время зашли люди с той стороны, которая как бы нам уже не поможет. Вошли люди со специальными предметами для взлома. И они не вошли в дом, в дверь. Они начали ломать стену. Разбили стекла. И срезали стекла через разбитое окно. И похоже, все это делают специально. И они это тоже дело снимали. Вот. Но наши уже были там тоже. И наших начали хватать и вытаскивать. Вот. Конечно, там было уже много помещений. Там была неразбериха. И там трудно было понять, что чего кто мог делать. Потому что там были хозяева. Там были представители различных этих структур. Они хватали наших сестричек. Пытались вытащить с этого дома. И произошла такая как бы небольшое со стороны нашей страны несогласие на выход с дома, который принадлежит семье Степановой. Мы говорили, что они зашли не на ту территорию, в которую позволено им входить. Тем более ломать. Ну, они это применили силу. Кто-то из них сказал, что есть приказ так делать. Вот. Создавали видимость беспорядка. Создавали видимость. Создавали видимость. Нашим сестрам, некоторым стало плохо. Двое потеряло сознание. Наших сестричек, конечно, поднялся крик. Шум поднялся. Наши сестры запереживали. Я видел плачущих сестер, эмоционально, которые не могли все это спокойно выдержать. Вот. Особенно, когда люди падали без сознания, в уморок падали. Мы вынуждены были вызвать скорую помощь, которая не приехала, как всегда. Назвали полицию, милицию, которая приехала с большим опозданием. Пока у нас тут уже все не прекратилось. Мы говорили, что братьям надо стоять спокойно. Вот. Они беззаконно действуют. Потом, по всей видимости, какой-то пришел приказ. И они все успокоились вдруг. Перестали наших хватать. Вот. Все вдруг утихомирилось. Все стали улыбаться. Все стали спокойно разговаривать друг с другом. И наши, и они... И вдруг они вышли с этого помещения. И зашли на свою территорию, которая уже считается по их законам, нет. И там сломали уже окно. И уже там ломают спокойно. Мы туда не вмешиваемся. Нам туда запрещено входить. Мы туда и не вторгаемся. Демонтажные работы продолжались до 4 часов вечера. Ущерб уже был нанесен значительный. Однако, несущие конструкции пока остались целы. Верующие провели день в молитвах, песнопении и беседах с властьимущими. Но поет восторжена тебе. На голгофе дом крестом оплачет. И открыто лично счастье здесь. Благодарим, благодарим. За твою любовь благодарим. В завершение демонтажных работ судебный пристав зачитал собственнику дома протокол выполненных работ. После чего их рабочий день был завершен. И они удалились. Вечером в церкви было вновь благословенное служение. Дух Святой придет. Дух утешитель. Он будет с вами. А почему он утешитель? Потому что вам много придется пострадать. И Дух Святой будет утешать вас в этих скобях. Итак, дорогие друзья, мы хотим подвести итоги сегодняшнего очень жаркого дня. 28 сентября, понедельник. Мы знаем, что в нашей евангельской среде существуют разнотолки относительно поведения верующих в Архангельске в эти горячие дни тяжелые. Появилось много диванных экспертов, которые издалека готовы предписывать и учить, как верующим себя вести в этих обстоятельствах. Хотелось бы таким людям посоветовать, приезжайте в Архангельск и покажите пример. Я ответственно свидетельствую о том, что верующие ведут себя в рамках христианского поведения, не сопротивляются представителям власти, но призывают их действовать в рамках закона, делают это аккуратно, аргументированно. В данных обстоятельствах, насколько возможно, неэмоционально. Друзья, когда речь будет идти о нас и о нашем, вот тогда нужно проявлять максимум христианской кротости. Когда дело заходит или же вопрос стоит о Божьем и церковном, здесь мы должны проявлять некоторую твердость, принципиальность. И такие примеры мы находим в Священном Писании. Конечно же, все это не должно заходить за рамки достойного христианского образцового поведения. Так здесь и происходит.